Новости Большого Города на Средней Волге Точка в затянувшейся истории, лесопарк 60-летия советской власти получит охранный статус Сумму сократят на треть, кто за вывоз мусора будет платить меньше Помочь беспомощному сорваться по сигналу тревожной кнопки, провести воспитательную беседу с подростками Для кого-то это ночной кошмар, а для кого-то просто работа Сотрудники Росгвардии взяли нашу съемочную группу на вечернее дежурство Москва мюзиклам верит, самарский ансамбль «Дорога добра» отправился покорять столичную публику В судьбе лесопарка 60-летия советской власти ничего не угрожает Зеленая зона, любимая многими жителями Самары, получит рекреационный статус Что окончательно закроет вопрос о возможной застройке участка Соответствующий проект изменений и генеральный план города был представлен на публичных слушаниях Каких участков еще каснутся изменения, расскажет Андрей Горгуленко Больше нет поводов для беспокойства Лесопарк 60-летия советской власти переведут из общественно-деловой зоны В зеленую зону рекреации Это, пожалуй, самое существенное изменение, которое будет внесено в генеральный план города По сути, оно поставит крест на любой застройке лесопарка В течение месяца было принято кардинальное и судьбоносное решение Подготовки этого проекта внесения изменений в генеральный план Которое отразило в полном объеме то желание и то представление о парке Которое выразили граждане, жители города Самары О судьбе лесопарка впервые заговорили почти год назад Жители забеспокоились Стало известно, что территория в границах улиц Алматинска и Старозагора Заинтересовала застройщиков И они даже получили разрешение на планировку участка Но городские власти сразу расставили точки над «и» Парк и участок, принадлежащий частному лицу, не пересекаются Теперь, после того, как у парка появится рекреационный статус, проблема решена окончательно Мы собрали мнение, тысячи людей, мы их что-то сдали, что-то сюда привезли Они поддерживают те изменения по части парка, которые сюда внесены На слушаниях о своих тревогах рассказали и жители поселка Шмидта Многие частные дома не находятся в зоне индивидуальной жилой застройки Из-за чего самарцы не могут зарегистрировать право собственности При составлении проекта изменений в генплан этот вопрос тоже учли Корректируя границы функциональных зон в соответствии с данными кадастрового учета Мы максимально все участки ИЖС включили вот здесь Это просто масштаб достаточно мелкий И здесь как бы эту работу ее не видно То есть там каждый участок четко не видно 103 садовых некоммерческих товарчества в Самаре тоже получили своего рода охранную грамоту Они будут переведены в единую зону Р-5 В переводе с официального языка это означает, что на этой земле можно заниматься только садоводчеством В будущем генплане учтут и еще один подводный камень У земельных участков больше не будет двойного зонирования Это должно исключить все спорные ситуации Итоги публичных слушаний подведут на следующей неделе После чего изменения в генплан города, одобренные людьми, передадут в Самарскую городскую думу для официального утверждения Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События Дмитрий Азаров стал исполняющим обязанности секретаря регоотделения Единой России Президиум Генерального совета партии согласовал кандидатуру 13 глав регионов Вместе с губернаторами мы формируем программу развития региона и ее реализуем Как нам кажется, пришло время объединить усилия, заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак Напомню, ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить регоотделение Единой России По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ И помогут почувствовать настоящие потребности людей выработать справедливые решения Через два дня заканчивается регистрация участников конкурса «Лидер России-2020» Это открытый конкурс для руководителей нового поколения, дающий возможность попасть в сообщество лидеров Который определит будущее страны Победители ждут образовательные гранты в размере миллиона рублей Наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления А также шанс стать участником специальной программы развития кадрового управленческого резерва Желающие принять участие в конкурсе должны помимо регистрации на сайте «Лидер России» записать и прикрепить к своим данным видеоинтервью Рекоператор Самарской области ввел новые льготы Теперь одинокие пенсионеры и дети-сироты смогут получить 30-процентную скидку Напомню, что оплата за вывоз мусора с этого года перешла из жилищных в разряд коммунальных Что нужно сделать, чтобы воспользоваться привилегиями, узнала Мария Елчан Платить в два раза меньше Елена Свидерская – ветеран труда Ей положена 50-процентная скидка за вывоз мусора Узнав об этом, женщина собрала все необходимые документы и теперь она получает льготу Но это очень удобно, особенно если учесть, что она начислена была в автоматическом режиме Не пришлось обращаться ни в органы соцзащиты с заявлением, ни приносить какие-то квитанции об оплате Все было начислено в автоматическом режиме, все производится четко Мне приходит квитанция на полную оплату за вывоз мусора Вот, я оплачиваю и где-то через месяц мне приходит на карточку моя компенсация, та, которая мне положена Льготы на оплату ТКО действуют не только для ветеранов Половину стоимости скостят и другим категориям федеральных и региональных льготников Всего в регионе таких проживают почти полмиллиона человек Это инвалиды, люди, пострадавшие от техногенных катастроф, труженики тыла Пострадавшие от политических репрессий, ветераны труда, многодетные семьи Но это еще не все Одиноко проживающие пенсионеры, единственные собственники жилья, сироты И те дети, что остались без попечения родителей в возрасте до 23 лет Тоже могут рассчитывать на скидку в 30% Для того, чтобы воспользоваться льготой, нужно быть прописанным в квартире На которую выставляется квитанция Не иметь долгов по коммуналке И предоставить все необходимые документы в Центр обслуживания населения рекоператора Льготы будут предоставляться с момента обращения И важный момент, изначально порядок предоставления льготы предусматривал ее действие до конца 2019 года Данного видеоотклика населения региональным операторам принято решение о продлении этой льготы Также на 2020 год Поэтому те, кто до сегодняшнего момента не получал льготы, могут к нам обратиться Министерство от Экостройресурс получает сведения об оплате гражданами жилищно-коммунальных услуг И на основании этих данных мы рассчитываем компенсацию и предоставляем ежемесячно гражданам Квитанции об оплате присылают Почта России Сроки доставки платежки зависят от рекоператора Как только он предоставляет всю нужную информацию Он обязан это сделать не позднее 23 числа каждого месяца Сотрудники почты направляют счета адресатам Получив квиток, житель может оплатить его как в почтовом отделении, так и на дому Например, в сельской местности, да и в городе тоже Почта России оказывает услугу на дому Например, человек, которому сложно выйти из дома, он может позвонить в свое почтовое отделение Или сказать своему почтальону Почтальон к нему придет со специальным мобильным переносным кассовым терминалом В 2019-м обращения с твердыми коммунальными отходами Исключили из строки содержания и ремонт жилья В общей квитанции на оплату ЖКУ Из жилищных эта услуга перешла в разряд коммунальных Единый региональный оператор заработал в Самарской области в начале года Компания отвечает за транспортировку, сортировку и утилизацию мусора в регионе Это позволяет решить проблему с несанкционированными свалками И значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов Мэри Илчан, Максим Гусев, События Пресечено более 6 тысяч правонарушений Поймано 50 человек, находящихся в уголовном розыске В федеральный бюджет перечислено 300 миллионов рублей Таковы результаты работы росгвардейцев в этом году Как проходит обычное дежурство силовиков, смог увидеть и наш корреспондент Анатолий Головко вместе с росгвардейцами охранял сон самарцев минувшей ночью Вернулся, надо сказать, воодушевленным Оружие получено, инструктаж пройден, приемы рукопашного боя отработаны Гвардейцы выстраиваются в шеренгу у патрульных машин Руководство оценивает их внешний вид У каждого при себе удостоверение, специальные средства, каски и бронежилеты Принесение службы, соблюдать вежливое и тактичное обращение с гражданами Укоснительно соблюдать правила дорожного сбежения и законности Оружие специальные средства принимать как правильную меру Вольно, по большому за 10 Главная задача росгвардейца – пресечь преступления Статистика говорит сама за себя Нашими сотрудниками было пресечено более 6 тысяч За административные правонарушения и за преступления Фонд федерального бюджета было перечислено за охрану Более 300 миллионов рублей Разыскано более 50 человек, находящихся в том или ином розыске После построения гвардейцы рассаживаются в патрульные автомобили И отправляются на службу Сержанты Бахадыр Акберов и Александр Матюшкин работают бок о бок уже больше года Им часто приходилось попадать в нестандартные ситуации Каждый раз происходит что-то новенькое Так что разнообразие тут есть Работа для меня интересная Контингент людей бывает разный, если честно Разговор прерывает рация В одном из павильонов на Старозагоре сработала тревожная кнопка Росгвардейцы на месте уже через 3 минуты Здравствуйте Здравствуйте Что у вас произошло? Человек обучаю случайно нажали на кнопку Вызов ложный, едем дальше В темных дворах промышленного района Стражи порядка замечают молодых людей, которые прыгают по крыше отечественной легковушки А почему мы ходим по машине? Да ну просто ребятам, девочкам показал Девочкам показал? Да Что именно? Ну то, что вот они нас сфоткаться хотели Сфоткаться? На крыше машины? Я ничего против закона, я студент Силовики проверили машину на розыск Легковушка в угоне не числится и действительно принадлежит студенту Юноша раскаялся и отремонтировал автомобиль на глазах у изумленных росгвардейцев Следующий инцидент более серьезный На ступеньках одного из алкомаркетов двое мужчин Один из них лежит лицом вниз, не двигается Перебрал Характерный запах перегара, невнятная речь с обильным содержанием ненормативной лексики И полная дезориентация в пространстве Мужчина уверяет, увлекся алкоголем из-за ссоры с женой Росгвардейцы вызывают скорую помощь и передают незадачливого супруга в заботливые руки врачей На этом совместное дежурство подходит к концу Журналисты отправляются домой, а у росгвардейцев еще пять часов до окончания смены Анатолий Головко, Николай Сидоров, События Протянуть руку помощи в Самаре работают школы реабилитации и ухода для инвалидов и тяжелобольных людей На занятиях им помогают вернуться к нормальной жизни и дают понять, что они не одни Специалисты проводят тренинги и учат пользоваться лечебными тренажерами, которые можно взять в безвозмездное пользование Куда стоит обратиться за поддержкой, расскажет Мария Левина Веревочная опора, которая крепится в кровати, фиксируется И человек, держась руками, подтягивается и поднимает ее То есть принцип того, что идет нагрузка на руки Человек тренирует свои мышцы, чтобы они не атрофировались И вместе с тем у него начинают работать мышцы, сгибающие и разгибающие спину Этот и другие тренажеры, необходимые для реабилитации инвалидов и тяжелобольных Находятся в арсенале комплексного центра социального обслуживания Здесь учат правильно ими пользоваться и бесплатно дают в аренду на год Мария Буданова работает в центре уже больше десяти лет Однажды ей самой потребовалась помощь специалистов Заболел муж, нужно было учиться правильно за ним ухаживать Благодаря этим знаниям, полученным в школе реабилитации ухода Я узнала, как правильно перестилать постель, элементарно Чтобы мне его не поднимать, понимаете Это очень большое значение имеет Потому что день, два, три, а потом, извините, все это сказывается на здоровье В центре рассказывают о правильном питании и техниках массажа Родственникам больных не стоит забывать и о моральной поддержке Она для выздоровления имеет не последнее значение Занятия в школе реабилитации и ухода проходят каждый месяц В группах не больше сорока человек Выезжают специалисты и на дом Вместе с соцработникам учат адаптироваться в квартире Самая наболевшая тема – это обучение навыкам по уходу за слабленными больными и инвалидами Ну и сопутствующие к этому вопросу темы Лекарственная безопасность, пищевая безопасность Какие существуют технические средства реабилитации В Самарской области больше 50 школ реабилитации Их открывают благодаря нас проекту «Демография» И его региональные подпрограммы «Старшее поколение» За все время существования школы реабилитации Только в одном ее куйбышевском отделении Услугами воспользовались почти 3000 человек Если же говорить о всей области, цифра переваливает до 13 тысяч Мария Левина, Дмитрий Мешканцов, События Финалисты регионального творческого конкурса «Театральные привожи» Отправились покорять столицу на международный конкурс «Роза ветров» Юным артистам предстоит состязаться с лучшими театральными студиями страны Но успехи сомнений нет С собой юные актеры везут мюзикл, который придумали сами Смогут ли они этим покорить московскую публику? Пыталась понять Мария Левина Этот мюзикл подготовили 16 талантливых юных артистов Из ансамбля «Дорога добра» Коллектив лауреат множества конкурсов самого разного уровня От городских до международных И вот на этот раз вышел финал регионального творческого состязания «Театральное привожье» Теперь артисты собираются покорять столицу С собой везут авторский мюзикл В Самаре такой театральный жанр не развит Ребята набрались смелости, запаслись креативом и решили сделать первый шаг Музыку писали специально под каждого отдельного персонажа Для этого композитор пообщался со всеми артистами индивидуально Теперь главное успешно представить спектакль Главный приз конкурса – 200 тысяч рублей Хочется победить Хочется, чтобы тебя признали И денежный приз, может быть, даже не столь важен Главное признание, что дети выступили на профессиональной площадке С ними работали профессионалы Их увидели профессионалы Для детей это всегда событие Лиза Зазеркина исполняет одну из главных ролей В студии девушка занимается уже больше 10 лет Привела ее мама Людмила Я сама очень творческий человек По жизни и пела, и сценарии писала И актерским мастерством занималась Конечно, хотелось бы, чтобы в наших детях Отразилось то, что мы мечтаем в них видеть Маленькую Лизу отдали на танцы Уже на занятиях стало ясно У девочки прекрасные вокальные данные Сейчас она уже не видит себя и свою жизнь без сцены Мне нравится стоять на сцене Когда я выступаю, я чувствую себя раскрепощенной Я смотрю, как смотрят на меня зрители Я радуюсь У меня сразу на душе тепло становится И сердце бьется Мне это очень нравится В столице ребята пробудут до 29 октября Кроме самого конкурса Участникам ждут лекции и мастер-классы От именитых деятелей искусств Ансамбль «Дорога добра» отправился в путь Кроме таланта, отличного настроения и светлых надежд Ребята вооружились весомым грузом из декораций Провожающие в успехе ребят уверены Ну а как по-другому? Ведь добро всегда побеждает Мария Левина, Константин Головин, События Каким будет парад памяти 7 ноября на площади Куйбышева Об этом рассказывают школьникам на уроках патриотического воспитания самарские депутаты Очередная встреча состоялась в поселке Кряж в 52-й школе Исторический семинар законспектировал Сергей Кизоркин Музей боевой и трудовой славы в родной 52-й школе Любимое место старшеклассника Никиты Шульпикова Все вечера он проводит здесь Изучает, как Великая Отечественная война отразилась на истории поселка Кряж Особенно впечатлило юношу взятие Рейхстага Подписание капитуляции и Нюрнбергский процесс Он с интересом собирает факты на эту тему Пытаясь разобраться и понять суть тех событий Беру со всех источников информации Я вот люблю смотреть исторические фильмы Я вот читаю исторические книги Ну и по возможности черпаю всю информацию с музея В те времена нашим русским солдатам есть было за что воевать За свободу и, конечно, за родину А вот, что касается фашистской Германии Им только была одна цель – это завоевание Уроки мужества в 52-й школе проходят регулярно На этот раз в гостях депутат Губернской думы Марина Седухина показывает старшеклассникам Военную кинохронику, фотографии о Великой Отечественной войне Документальные кадры первого парада Который прошел на площади Куйбышева в 41-м году Мне хотелось бы донести до ребят Вот именно значимость этого исторического факта Мы сегодня с ними проговорили Если бы не этот парад Не зная, как бы разворачивались военные действия Мы сегодня вновь вспомнили, что Куйбышев – запасная столица Мы сегодня с ними поговорили об их родственниках Ведь это очень важно, что в кругу их родственников есть те, которые действительно были участниками Или же тружениками тыла В этом году уроки мужества в преддверии парада памяти 7 ноября Пройдут в 35 учебных заведениях Самары Но на этом патриотическое воспитание молодежи не заканчивается Например, в 52-й школе проходит встреча с ветеранами различных войн В том числе и Великой Отечественной Большая экспозиция артефактов тех времен расположена в местном музее Экскурсии здесь проходят регулярно Раз в неделю обязательно какой-нибудь класс проводят на базе музея Классные часы, посвященные 75-летию Победы В этом году распланировано на весь учебный год И дети, и родители приходят сюда Главная тема патриотических встреч сейчас Предстоящий парад памяти 7 ноября В этом году он посвящен Владимиру Чудайкину Почетный гражданин Самары был танкистом Звезду героя Советского Союза он получил за штурм Рейхстага Об этом подвиге в 52-й школе знают и помнят Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События Приблизиться к высокому через свой опыт в Самаре прошли третьи цветаевские чтения Чем близки школьникам произведение великого поэта Узнал наш корреспондент Не слишком сердитесь на родителей Помните, что они были вами И вы будете ими Когда увидите на дороге камень Уберите Это строчки из письма детям поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой И первый опыт чтения ее прозы Пятиклассницы Маргариты Маркерт Этот текст она выбрала вместе с мамой Ольгой Барановой Для того, чтобы прочитать его на цветаевских чтениях Выбирали произведение долго и тщательно Читали и обсуждали стихи Но остановились на прозе Оно очень интересное Оно о главном Но очень просто и понятно написано Донесено такие очень важные жизненные истины Вот Маргарита на самом деле Очень прониклась этим текстом Чтения прошли в Самарской школе номер 174 уже в третий раз В формате конкурса Школьники читали стихи Цветаевой Свои произведения связаны с творчеством автора Делали зарисовки Организаторы говорят Школьники очень осознанно подошли к творчеству поэта История которого тесно связана с нашим городом Дети пришли уже более подготовленными Они поняли, что чтение это серьезный очень конкурс Все-таки оно заслуживает большего внимания в Самаре Потому что здесь все члены семьи Цветаевой были в Самаре Это вообще трудно представить другой город, кроме Москвы Все И отец, и мать Лучшие чтецы и авторы получили почетные грамоты Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков События 20 значков ГТО вручили самарским отличникам физкультуры Музея Самара космическая Среди награжденных и взрослые дети Почему народ идет сдавать нормативы Выяснял Сергей Кизоркин Альпинист Михаил Богданов золотой значок ГТО получает уже во второй раз Признается, от этого волнуется не меньше Путешественник и не думал приобщаться к всероссийской акции Друг пригласил На подготовку к зачету ушло несколько месяцев Все пришлось подкачивать И пресс, и бег особенно В общем, там серьезное время для бега Серьезные нормативы Расти над собой Это, на мой взгляд, самое правильное в этой жизни Вручал значки ГТО золотой, серебряный и бронзовый Легенда самарского футбола Бывший игрок крыльев советов Валериан Панфилов Всю жизнь он занимался профессиональным спортом И не было времени на физкультуру На пенсии решил тряхнуть стариной И в 70 лет сдал нормы ГТО на золотой значок Не то, что горжусь, но очень приятно Я вспоминаю, потому что И вот почему я сейчас награждаю, ездию всегда Я знаю, чего эти значки стоят С кондачка вот так прийти и сдать нормативы Это очень сложно Нужно иметь какую-то базовую подготовку Не просто так сразу прийти и все сдать Тем более на золотой значок Это, я думаю, вообще нереально Только те люди, которые постоянно занимаются Физкультурой или спортом Те еще да, могут В этом году в Самарской области Нормативы ГТО выполнили почти 8 тысяч человек Из них около 2,5 тысяч сдали на золотой значок Серебро у 3 тысяч 700 физкультурников Остальные получили бронзовые награды Реализуется национальный проект Демография, который разработан По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина И основная цель проекта Это каждый второй житель нашей страны Должен заниматься физической культурой и спортом Соответственно, в Самарской области По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова Разработан проект Спортнормы жизни И где ГТО является одним из важнейших элементов Привлечения населения, вовлечения в систематические занятия Физической культурой и спортом Чтобы сдавать нормы ГТО было легко Для подготовки физкультурников По нацпроекту до конца этого года В Самарской области построят 10 турниковых площадок В Чапаевске, Октябрьске, Отрадном, Кенеле, Тольятти, Сызрани В селах Богатая, Кенель, Черкассы и Челновершины А после тренировок все желающие Могут сдать ГТО в 78 центрах тестирования Проверили свои физические возможности Уже более 76 тысяч жителей губернии Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе Превысило 23 миллиона Смотрите передачи Самарагис на нашем сайте В его мобильной версии А также на Ютьюбе Удачи вам, увидимся Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова